здравствуйте друзья доброе утро думал о чем бы таком поговорить с утречка значит зашел в skype а там студент у меня онлайновый из чикаго по моему начал работу искать и у него масса вопросов в частности вот у него вопросы по взаимодействию с рекрутерами ну и так и шире тоже и я подумал что вот хорошие у него такие вопросы есть есть о чем поговорить есть о чем задуматься есть совсем простенькие есть такие более сложные но вот простенький вопрос например такой если у тебя контракт 6 месяцев спрашивает человек а хочется уйти раньше ну допустим в другом месте предложили что-то получше там или или нам обрыгла там ну вот как быть обязывает ли кого-то контракт шестимесячный оставаться там шесть месяцев и я хочу сказать что ответ на самом деле очень просто самому вычислить если спросить себя а вот у меня контракт на 6 месяцев а в какой-то момент они решили что они без меня обойдутся ну или денег нет или там но бывают у компании разные обстоятельства помимо того что может может быть я им там не понравился как я работаю там нет ну вот без этого значит они должны дать мне доработать эти шесть месяцев и они могут меня на следующий день отправить и сказать да еще чувак ты завтра не приходи давайте как только вы задумываясь на этим вопросом вы сообразите что отправить вас могут в любую секунду и даже вот эти вот там двухнедельные нотис вам давать никто не собирается ну в смысле обычно не дают потому что человек который знает что он осталось ему тут две недели его сокращают и так далее но чуть натворить зачем это нужно вот так мало того еще подойдут к тебе вот то есть вызовут там в офис и скажет так мало так вот значит вот тут распишитесь и пойдет с вами человечек и встанет и будет наблюдать как вы из тумбочки там вынимаете свои вещички в коробочку складываете и до дверки вас проводит по ходу дела бэджик у вас заберет чтобы больше зайти не могли все вот так это происходит по-доброму не не то что кто-то вас там не добрым словом проводит нет все все очень мило на цинг перснул значит вопрос чем система отношений такая которая законодательно прописывается как employment это выл то есть по желанию вы можете уйти в абсолютно любую секунду юридически там и мы сейчас на юридический аспект смотрим компания может вас отправить абсолютно в любую секунду юридически имеют право и вы имеете право следующий аспект в этом деле присутствующий это аспект этический понятно что если вы какую-то там важную функцию выполняете что вряд ли будет так так уж прямо реально если это первая работа ну допустим бывает что и первое тоже от вас что-то зависит даже простая работа какая-то но все равно если вы ее не станете делать то кто-то должен делать вместо вас значит нужно кого-то нанять может не быть времени может быть релистом на полном ходу и нанимать некогда и так далее всяко бывает но история такая еще раз юридически вы имеете такое право этически считается о но как бы приличном чтобы дать двухнедельный нотис это не юридическое требование это как бы профессиональная этика дать двухнедельный нотис ну хорошо может идать двухнедельный нотис Бывает, что нет возможности дать двухнедельный нотис Так тоже бывает Но почему вас это должно сильно колыхать? Ну, потому что может случиться, что вы где-то там в узком месте с кем-то сойдетесь Кто на вас сейчас обиделся, например Если это вас не волнует, значит, можете с завтрашнего дня уйти Но тут опять тонкость Вот, допустим, я вас нанимаю И я спрашиваю, вот вы сейчас работаете Уйти, да Я говорю, когда вы можете выйти? Говорит, завтра Я думаю, вот сукин сын-то, блин Ты смотри, как он со своей нынешней работой расходится Так он и со мной так же поступит В этом тоже есть опасность Поэтому, если такая ситуация возникает Ну, я бы, например, сказал так Вы знаете, что? Мой менеджер знает, что я ищу работу У нас с ним договорено Поэтому, с одной стороны, конечно, в идеале я бы дал двухнедельный нотис Но у нас договорено, что если нужно, я могу раньше уйти А там на выходные доработаю То есть, как бы, это возможно То есть, вы, с одной стороны, показываете, что вы этичный человек С другой стороны, вы показываете, что вы, как бы сказать, в состоянии договариваться Не каждый менеджер любит, когда у него люди уходят То есть, это неплохо Это человек с такими хорошими качествами Удобный человек Такой легкий в общении Поэтому, вот я бы так сказал То есть, тут есть много разных аспектов Вот, но если В том смысле, если вы концы рубите Так и рубить на здоровье Никаких претензий к вам ни с чьей стороны нет Юридических Юридических Вот Дальше, что у нас Второй вопрос там был Об эксклюзивности, значит Представления человека Рекрутером Значит, вот рекрутер говорит У меня есть позиция Вы говорите, я заинтересован Рекрутер вам присылает бумажечку И говорит, вот ты вот здесь подпиши И эта бумажечка говорит о том, что На эту конкретную позицию Ты не будешь больше работать Ни с каким другим рекрутером А только с нами То есть, грубо говоря, если мы тобой занимаемся То мы тогда и деньги должны получить А не кто-то еще Некоторые люди упираются рогом И говорят, почему это я должен такого подписывать Да не подписывай, господи Ну не подписывай, забудь об этой позиции Забей на нее, ищи дальше Значит Все люди зарабатывают себе на жизнь Один тестированием Другой программированием Третий вот рекрутингом, например Поэтому, если он тебя представляет Он хочет иметь эксклюзив Потому что он знает Что другие рекрутеры могут тебя тоже представить туда И потом проблема, кто деньги получает Зачем это нужно? Больше того Это ведь и менеджеру не нужно Вот представьте себе Я менеджер Я получил ваше резюме От трех разных рекрутеров Там еще в вопросе такая формулировка А можно я подпишу там все эти бумажки Там трем разным людям Вот А дальше там, кто меня устроит Я потом выберу там Кто больше предложит Там еще поторгуюсь И так далее До этого обычно не доходит Почему? Потому что когда менеджер получает ваше резюме От трех разных рекрутеров Даже от двух То он должен ответить себе на вопрос Он должен ответить на вопрос Если он вас возьмет Кому деньги платить? Из двух рекрутеров Потому что тот рекрутер Которому деньги не заплатят Скажет Ты посмотри какая сволочь этот менеджер Я ему человека дал А он денег мне не заплатил Что технически является нарушением контракта Между нами То есть мы все понимаем Что как бы уже юридически компания Где менеджер работает Уже попала Вот на эту самую сумму комиссионных В случае с чего? Обычный рекрутер он прогватывает конечно Потому что он надеется получить еще какой-то бизнес Но это неприятно Но самое главное Что и менеджер тоже не хочет быть в такой ситуации Когда кто-то считает Что он гад последний Это никому не нужно И система отношений построена так Что если вы подписали бумажечку На которой написано Что он вас эксклюзивно представляет То имеется в виду Что он вас таки да эксклюзивно представляет Если вас эксклюзивно представляют Два или три человека Это значит что у вас что-то с головой С совестью Еще с чем-то Ну то есть какой-то неадекват Такой Вопиющий Я бы сказал Поэтому Хочется ли вот выглядеть Как вопиющий адекват Я думаю Ни к чему это все Следующий вопрос На самом деле еще более важный А хочешь ли ты быть Вопиющий неадекватным человеком Считаешь ли ты это нормой сам Поэтому я бы так уже Ну пошел с этим Значит пошел с этим Что такого-то Это правила игры Вы их не пересматриваете Не ревизуете Не как бы сказать Вы не находитесь в такой позиции Чтобы командовать этим процессом Вы винтик Значит вы говорите Я винтик Но я хороший винтик Я такой винтик Чтобы каждый хочет меня взять Менеджер хочет меня взять Чтобы прикрутить там К должности Рекрутер хочет меня Отправить в менеджеру Чтобы заработать какую-то денежку На мне Я хороший качественный винтик В этой системе Понимаете А если вы будете подписывать В трех местах То вы гнилой винтик Ненадежный Вы вообще не винтик А такой видимость винтика Поэтому В этом Так вы уже и как винтик не годитесь Следующий момент Вот какой Да Самое главное Что это все против вас То есть увидев Что человека представляет двое Или там трое Он просто выкинет Ваше резюме И все То есть есть ли шанс Что не выкинет Есть Есть Близок к нулю Но есть Вот Но подумает И все поймет Про вас И так далее И так далее Значит Теперь третий вопрос Который там был сегодня Это вопрос Тоже такой Я бы сказал Этического плана Что Если вдруг Что Если вдруг Рекрутер Предлагает мне 40 долларов в час А компания Платит 60 И рекрутер Присваивает Вот эти мои деньги Это же мои деньги Правильно Он говорит Это же мои Компания Платит 60 Зачем там рекрутер Ну Это же все мои Значит Присваивает себе Вот те деньги И И вот Как узнать Да Значит Насколько меня обобрали И как Избежать Таких ситуаций В будущем То есть Грубо говоря Как воспользоваться Услугами рекрутера Но так Чтобы он денег Не получил Значит Что тут сказать Ну Не Не пользуйся Услугами рекрутера И никто тебя Не поимеет Правильно Вот Я уже не говорю о том Что никакого имения Там не происходит Человек Получает свои деньги Получает Значит По той таксе Которая там есть В этой индустрии Не вам решать Сколько ему получать И сколько ему не получать Значит Вам предлагают 40 долларов Вы себя спросите Меня 40 устроит Или нет Вот Тем более Если человеку Красная цена 25 А ему предлагают 40 Так может Ему не прыгать На 60 А сказать себе 40 Это очень хорошо И сказать Что может Рекрутер Так он По честному Заработал Эти деньги Я уже не говорю о том Что вы Вы даже не представляете Что там делается Потом с этими деньгами Рекрутерский бизнес Довольно грязный И там Откаты И в общем Всякие дела То есть Если ему дают Я не знаю Там 60 Чтобы дать вам 25 Например Это не значит Что он всем призвоил Он может быть Львинную долю отдал Куда-то Вы не знаете ничего Это не ваше дело Значит Скажите себе Вот У меня бабушка Так Я говорю А что там Какое мое собачье дело Вот Скажите себе Какое мое собачье дело Сколько там зарабатывают Мне дают 40 долларов Либо я хочу 40 долларов Либо я не хочу 40 долларов Серьезной альтернативой Этому всему Является вернуться В ту страну Откуда вы приехали И жить там Вот чтобы все по-честному было Чтобы так вот Действительно Интересные вопросы Задают Но это важные вопросы Это важно Однажды разобраться Понять Что так делать не надо Вот И как бы жить уже Адекватным человеком Вот В той стране В которой вы живете В которой Можно нормально жить Вот Если не делать Вот такие вот вещи Это не наше дело Вот вы зарабатываете Там тестированием Программного обеспечения Я вам скажу Есть масса людей Которые работают Вот там кайлом Например Или там тачку тяжелую возят И получают там В 5 раз меньше И вы спросите себя А это честно вообще Чтоб один вот так Сидел за столом В компьютер смотрел И ему бы 40 долларов в час Давали Он бы говорил Что 60 Даже лучше А другой там За 8 долларов А если не легал Так и за трешку Там Таскает тяжеленную тачку Че это вдруг Это где же справедливость Социальная Знаете Так далеко можно уйти Значит Ограничьте социальную справедливость Лично собой И скажите себе Вот Я готов получать 40 долларов в час Или не готов Или мне Мало того Чтоб у меня было 40 А важно Чтоб еще вот эти рекрутеры Из бизнеса все повыходили И никого кроме меня Уже не могли бы Больше Никогда устроить на работу Включая меня самого В следующий раз Тоже Чтоб не могли уже Вот Так что Ну Рекрутер Тоже человек Получается Деньги за определенную работу И риска у него много У рекрутера тоже Например Вот вы пойдете работать А там скажем Постоянная позиция Да Значит Вот он раз На постоянную позицию Вас пристроил И чтобы свои деньги За вас получить Вы должны 3 месяца проработать А вы проработали месяц И ушли Вам там в другом месте Накинули И рекрутер Остался в нуле Не то что ему частично Ноль получил Или допустим Вы пошли там На какой-то контракт И рекрутер Себе значит Рассчитывает Он же какие-то расходы Тоже несет И он говорит Вот я расходы там Какие-то несу Но вот с этого контракта Скажем 6-месячного Я каждый месяц Там получаю столько А дальше получается Расходы он все понес А вы взяли через там Месяц 2-3 неделю Иногда через 3 дня Взял и ушел человек Менеджер обиделся Расстроился Вообще этому рекрутеру Больше бизнес не дает Или перебросил этот проект На другого рекрутера Или там Ну мало ли что бывает Поэтому это тоже Такой бизнес Знаете Не то что бы Простой Джоб-маркет Вообще вот Я студентам говорю Что джоб-маркет Это ugly place Он ugly Для всех участников Он ugly Понимаете И вы смотрите на него И вам многое не нравится Давайте я камеру Поверну пока Вот так Значит Вам что-то не нравится Рекрутеру что-то не нравится Менеджеру Который деньги платит Там ему что-то не нравится Это такое место Вот Но Расслабьтесь Значит Получите максимум удовольствия Самое главное Что По мере того Как ваша квалификация растет Вы все меньше и меньше Зависите от рекрутера От менеджера От того сего Вы становитесь все более и более Самостоятельным Способным диктовать условия И говорить Вот это я беру Остальное Значит меня не интересует Вот И так далее То есть надо Надо что-то из себя представлять Реально Для того чтобы торговаться Там планировать Соглашаться Не соглашаться И так далее Если у тебя первая работа Чего тебе выпендриваться Ну Ну правда Радоваться надо Признательность испытывать надо Балдеть от того Что получилось От того что ты сейчас пойдешь И начнешь там Карьеру свою Новую профессию Начнешь и так далее 40 тебе дали 30 дали Тебе 25 дали Какая разница Вот собственно и все Счастливо Продолжение следует Субтитры сделал DimaTorzok